Когда я первый раз пришла на танго, я поняла, что все, больше ничего другого уже мне не надо, что я буду танцевать танго, потому что в танго есть все, что мне нужно. Мы находимся на Hudson River, это 68-я и Hudson. Это открыто для любых людей, вот иногда люди по улице проходят и... Ой, а как это вы тут? А можно мы тоже будем? Вот наш учитель, вот пришел Dragon, он из Сербии, он это делает много лет. Он не берет за это деньги, Dragon приносит музыку, там, я говорю, лампочки, там, иногда бутылку вина даже принесет. И все, да, и вот мы танцуем. Во время ковида все танцы прекратились, но люди все равно хотели встречаться и танцевать. Единственным безопасным местом была тогда улица. Так я и несколько моих друзей решили начать танцевать здесь, на пирсе, на открытом воздухе. Другие люди стали потихоньку присоединяться к нам. Сначала мы танцевали в масках, конечно же, группа росла, с тех пор мы так и встречаемся здесь, на пирсе, два раза в неделю. Если вдруг идет дождь, мы перебираемся под этот мост и танцуем там. Открытый воздух и не надо платить за аренду. В нашей группе теперь несколько десятков любителей танго, от 18 до 80 лет. Прийти и танцевать могут любые желающие, новички и те, кто танцует уже давно. Танго может танцевать в любом возрасте. Я была в Буэнос-Айресе, там танцуют люди и в 80 лет, и в 90 лет. И люди начинают танцевать танго в 80 лет. Я встречала женщин, которые, например, они жили всю жизнь замужем, там, муж умер, вот они остались одни, и они идут танцевать танго. Это Бруно, он тангера. Тангера – это человек, который танцует танго. Он уже много лет приезжает к нам на доске. Он приезжает иногда на каяке, иногда он приезжает на борде. Причем в любую погоду и в любое время дня и ночи. Зимой-то рано темнеет, вот он лампочками обкрутится и приезжает. Я приехала в Америку в 90-м году из Ленинграда, проехала через Австрию, Италию, и вот приехала в Нью-Йорк и сразу же оказалась в Стэнфорде. Мы всей семьей приехали, это уже был 89-й год, тогда такая сильная эмиграция была, потому что как бы путь закрывался через Австрию, дальше было непонятно что, и уже решили, все, надо сваливать, ничего там нам не светило. И мы все так раз собрались и все там оставили и уехали. 70 долларов на человека, два чемодана и вперед. У нас была я, папа, мама, сестра моя, которая у меня на 7 лет младше, она тогда только закончила 8 класс, бабушка моя и прабабушка. Прабабушке было там 93 года. Там через неделю уже все этот путь вообще закрылся, то есть мы были самые-самые последние, которые выехали из Ленинграда. Война просто меня задела на человеческом уровне, это задело моих друзей, это задело девелоперов, с которыми я делала проект в Украине. Я не потеряла веру в будущее совсем. Какой там девелопмент, какая работа, если ребята там непонятно где, непонятно что, и вообще непонятно, что завтра будет, в тот же момент казалось, что вообще все. Думаю, вот появилась возможность заняться Светлой, реально помочь чем-то. Юлия Левит, Лиза Гутина и я. Мы три ко-фаундера Светла. Светла, оно на украинском языке означает свет, это простое имя, которое понятно всем. Приезжают люди в Америку, вырванные из Украины, с того места, где они жили, вот просто выдернутые, кинутые сюда. Большинство в одинокие или женщины, или с детьми, или пожилые, без языка, без денег, без вообще понимания, что им здесь делать. Мы им даем такое вот... Когда мы приезжали, называлось бегунов. Инструкции, куда пойти, что сделать, какие документы, что первое, что второе. И я помню свой экспириенс, потому что мы приехали, я была еще сестра, которая еще в школе училась, была мама-папа, то есть, которым нужно было найти работу и, в общем-то, платить по счету. У нас были бабушки старенькие. Когда война началась, здесь же как бы интернациональная группа, то есть, люди из разных стран, и, в общем-то, эта тема многим близка. Я знаю, что я пришла сюда, и как бы мне не было неплохо, я могу потанцевать, и мне точно станет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok